Это вечерние новости с Нурзат Мусабаевой и Майкином Бадырбековым. Гомкие задержания ответственных работников МВД. Дело по КТМобайлу. Последние новости по этому делу. Строительство дороги Бишкек-Карабалта. На какой стадии находится, выясняли наши корреспонденты. Здравствуйте. Добрый вечер. Далее расскажем обо всем по порядку. Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщает подробности инцидента с применением оружия, который произошел утром на границе с Узбекистаном. Так, по данным ГПС, 31 мая в местности Тогузбула Караванского района Ожской области пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины Республики Узбекистан. Автомашины проигнорировали требования пограничников остановиться. Пограничный наряд произвел предупредительный выстрел в воздух, однако автомашины продолжили движение. И пограничный наряд Кыргызстана был вынужден применить оружие по колесам автотранспорта. В результате чего один гражданин Узбекистана получил ранение. С целью выяснения обстоятельств произошедшего в данное время проходит встреча пограничного представителя Кыргызской республики по Ожской области с пограничным представителем по Булак-Башинскому направлению. В Башинском районе Нарынской области водители грузовых автомобилей на протяжении месяца ждут ответы от Министерства иностранных дел Кыргызстана. По их данным, ежедневно на КПП Торугард границы Кыргызстана и Китая с обеих сторон в среднем пересекают 250 единиц автотранспорта. Несмотря на это, они не могут въехать в Китай и терпят убытки. По словам водителей фуры, из-за того, что таможенная служба подняла пошлины, перестали поступать заказы из Китая. Добавим, что на 403-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугард стоят около 100 большегрузных автомобилей. Уже месяц сидим без груза. Мы не понимаем данную ситуацию. Правительство молчит. Многие водители дома. В Нарине 200 водителей. Балчи 100 водителей. В Токмаке около 100 водителей стоят в очереди. Было бы хорошо, если бы Министерство иностранных дел предприняло меры. Многие водители купили авто в кредит и нужно оплатить долги. Казахстан затруднен въезд. Проверяет каждую букву. Мы ждем ответа от соответствующих органов. По результатам проверки видеозаписи блогера Кадырбекова к ответственности привлекли 10 милиционеров. Четверо уволены, остальным объявлен выговор. Женщина-инспектор, попавшая в кадр на распространенной в интернете видеозаписи, освобождена от должности за поведение, не соответствующие этике сотрудника милиции. Также по результатам служебного расследования по этой же причине уволены еще три милиционера. Блогер Баужан Кадырбеков размещал на своем канале в Ютьюбе видеозаписи из магазинов, где продают просроченные товары. Во время съемок одного из видео хозяин магазина вызвал милицию. 8 мая Баужана Кадырбекова задержали и водворили в изолятор временного содержания. 18 мая Кадырбеков вышел на свободу в связи с тем, что вторая сторона написала встречное заявление и сообщила, что не имеет претензий. Дело прекращено. А тем временем пресечена преступная группировка, состоящая из часа действующих сотрудников МВД. Так, 30 мая 2019 года ГКНБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны оперуполномоченные ОВД Московского района Чуйской области младший лейтенант милиции и в городе Бишкек заместитель начальника службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области подполковник милиции. При задержании один из них попытался скрыться с места преступления на своей автомашине, в результате чего совершил ДТП с одной из машин группы захвата. Установлено, что задержанный является организатором преступной группировки, которая планировала разбойные вооруженные нападения на частных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей товаров народного потребления. В рамках досудебного производства материалы зарегистрированы в РПП. Задержанные во дворине в СИЗО ГКНБ Кыргызской республики ведется следствие. Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт. Уголовное дело в отношении Душенбека Зилалиева по факту незаконного обогащения направлено в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. Напомним, бывшего чиновника обвинили в незаконном обогащении. У него обнаружили незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Во время обыска его квартиры сотрудники ГКНБ обнаружили несколько миллионов сомов, 100 тысяч долларов, ценные предметы, а также документы на недвижимое имущество Бишкеки. Адвокат Зилалиева утверждает, что все это приобретено на доходы от продажи скота. Кроме того, бывшего председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Душенбека Зилалиева обвиняли в том, что он сообщил о якобы заложенной бомбе во время инаугурации Сорумбая Джейенбекова на должность президента. А в Ленинском районном суде Бишкека прошел процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Куланочбека Кулматова и Албека Ебраимова. В ходе судебного заседания адвокат обвиняемого Сейткана Алиева заявил о ходатайстве, о переводе ее подзащитного в больницу ГКНБ. Между тем, суд отклонил эту просьбу. Также в ходе судебного заседания адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство об ознакомлении Куланочбеком Кулматовым с материалами уголовного дела. Подсудимый поддержал юриста и сообщил, что ему до сих пор не вручили копию обвинительного акта. Судья удовлетворил ходатайство и решил подсудимого ознакомиться с делом. Премьер-министр поручил провести тщательную проверку фактов, озвученных в расследовании радио Азотых. Об этом он заявил в ходе заседания депутатской комиссии по изучению деятельности компании КТ-Мобайл. Глава правительства отметил, что поручил ГСБ совместно с антикоррупционной службой ГКНБ, государственной службой финансовой разведки и Национальным банком Крыгызской Республики провести тщательную проверку фактов, озвученных в журналистском расследовании. Премьер-министр также напомнил, что накануне финполиции было поручено ускорить проверку имущества бывшего заместителя государственной таможенной службы Аэмбека Матраимова и предоставить общественности объективную и полную информацию. На заседании депутатской комиссии стали известны новые подробности вокруг ОСО КТ-Мобайл. Сегодня счетная палата вынесла многочисленные нарушения в работе компании, где в отчете были озвучены внушительные суммы кредиторских задолженностей компании, окладов и премии. Кроме того, обозначены нарушения в процедуре госзакупки, ряд других недоработок дочерней компании «Каргостелеком». С подробностями в следующем материале. На заседании депутатской комиссии не явились экс-заместитель главы КТ-Мобайл Эрназар Иманкадыр Улу и его отец – экс-руководитель секретариата Международной организации «Открытое правительство» Иманкадыр Исалиев. Зато был премьер-министр Мухаммед Калыя Балгазиев. Депутатам был представлен отчет счетной палаты по изучению деятельности КТ-Мобайл. Первое, что всех интересовало – это заработная плата сотрудников. Так, за четыре месяца этого года только заместителю директора Эрназар Иманкадыр Улу начислено около одного миллиона сомов. Это самый высокий должностной оклад. А самый низкий оклад – это у специалиста по строительству – 22 тысячи сомов. Кроме того, им выплачивались хорошие премии. Здесь аудиторы в замешательстве, ведь у компании не было внутреннего нормативного документа, который определял размеры окладов. Не обошлось и без кредиторских задолженностей. За три года из-за того, что компания не погасила долг перед госагентством связи «Каргостелекома» и «Скайл Мобайл» в бюджет страны не поступили средства в размере свыше 70 миллионов сомов. При этом компания располагает банковскими счетами в трех коммерческих банках. В один из них на депозитный счет внесла 10 миллионов сомов со ставкой 3% годовых. Кроме того, нарушена процедура госзакупок. За два года произведены закупки товаров и других услуг на суммы более чем 1 миллиона сомов. По словам главы компании «Мегаком», в прошлом году «КТ Мобайл» начала требовать от «Мегаком» создания четвертого сотого оператора связи, на что нужны были около 90 миллионов долларов. При этом этого требования не было в договоре. В ноябре 2018 года «КТ Мобайл» объявила о проведении аукциона на совместное использование частот и создание виртуального сотого оператора. В «Мегаком» изучили условия аукциона, сделали подсчеты от 100 миллионов до 1,5 миллиарда сомов. В итоге мы выиграли, предложив 345 миллионов сомов. Подписали договор, перевели деньги тремя траншами. В договоре было указано создание виртуального оператора. После начала работы «КТ Мобайл» стало требовать создания полноценного четвертого оператора связи. Но это не было указано в договоре. После долгой дискуссии депутат Джан Аракаев сделал замечание, что почему-то имена главных фигурантов скандала Иман Кадыра Рысолиева и его сына никто не упоминает, а лишь зауалированно перекладывают все обвинения на директора «Мегаком». Я вот недавно побеседовал с тремя представителями правительства. Они поблагодарили за то, что их перестали тревожить звонками Иман Кадыра Рысолиев и его сын. Кажется, что мы представляем Иман Кадыра Рысолиева в лучшем свете и потихоньку направляем обвинения в сторону Джамангулова. И сейчас мы не должны выносить поспешное решение. Кто хочет подхалимичать премьер-министру, можете это вне парламентской трибуны. На заседании было предложено передать компанию «Частные руки», где премьер-министр обозначил приоритет государственных компаний, которые успешно смогут взять на себя ответственность. «Я не верю, что госкомпании не могут эффективно работать. Нельзя отдавать частным компаниям. Как вы знаете, в Японии госкомпании сильно развиты. И сейчас, думаю, можно решить сложившиеся сложности между КТ-Мобайл и Мегаком». По словам парламентария Момбекова, ситуация вокруг КТ-Мобайл. Общественность интересовала больше родственные связи главы Кабмина, нежели другие процедуры. Сейчас дана юридическая оценка, дальше предстоит работа соответствующих органов. КТ-Мобайл должна совместно использовать частоты с Кыргыз-Телеком. Вы правильное решение приняли вначале. Всё дело в топ-менеджерах и руководителях, которые получали хорошую зарплату. Нужно было придерживаться государственной политики. А они вместо этого используют частоты Кыргыз-Телеком и получают зарплату Альфа-Телеком. Сегодня счётная палата даёт лишь юридическую оценку. Нужно признать, что здесь заметно клановое правление. Вот это интересно обществу. Сегодня завершено второе заседание депутатской комиссии. Парламент продолжит обсуждать деятельность компании КТ-Мобайл. Временно непригодную для комфортного перемещения автодорогу Бишкек-Карабалта обещают уже в этом году сделать пригодной. В данный момент ведутся работы по строительству 45 километров трассы. Как отмечают, в Минтрансе задержек не будет и объект сдадут в срок. Наш корреспондент Родион Решетов проинспектировал реализацию проекта. Автодорога Бишкек-Карабалта – это большой необходимый проект, который, как считают обыватели, слишком долго воплощается. Работы были начаты в 2017 году, а сдача – в 2020. Поэтому у рабочих есть ещё время. К тому же сезон работ по сути только открылся. Начало мая и апрель были дождливыми. Это, по словам гитайских специалистов, сильно отразилось на темпы строительства. Мы планируем, если погода не будет мешать, закончить 30 километров, включая все три слоя асфальта с двух сторон. Мы понимаем, что работы доставляют неудобства местным жителям и автолюбителям. Мы просим отнестись с пониманием. Всего участок Бишкек-Карабалта занимает чуть больше 45 километров. При этом предусматривается расширение дороги от 4 до 6 полос движения. Согласно стандартам, почву необходимо подготовить, прежде чем укладывать асфальт. Сначала грунт трамбуется, затем наносится несколько органических слоёв, затем асфальтобетонный. Он, слову, двойной. Первый толщиной 9 сантиметров, второй – 5. На первый взгляд может показаться, что сделать новую дорогу достаточно легко. Однако не всё так просто, как кажется. И прямо сейчас мы наблюдаем рождение нового дорожного полотна. Только что асфальтоукладчик уложил верхний слой асфальта. Он ещё до сих пор раскалённый и сразу же за ними. И уже движутся массивные катки, которые утрамбовывают всю эту смесь. Есть и хорошая новость для автолюбителей и местных жителей. По словам представителей Министерства транспорта и дорог, большая часть работ будет завершена уже в этом году. В этом году планируем где-то 20-25 километров укладка асфальта. Вообще, по плану предусмотрено по контракту в 2020 году завершение. Ну, отставание, да, есть. Ну, я, как ранее сказал, здесь есть проблемы. К коммуникациям, подземным коммуникациям были. Отходы карьеры было, перенос вдоль дороги объектов было. И методика работы. Уплотнение здесь населением, то, что население заявляли, поэтому мы все уплотнение, методики поменяли, работали. Всего в реконструкции автодороги предполагается задействовать около 450 рабочих. В большей степени это местное население. Китайские работники занимают должности, где требуется специальное образование. Пока обещают, что в установленный срок успеет выполнить проект. После чего еще год будут следить за тем, нет ли браков. Родион Рештар, Денис Гурганов, Пятый канал. А сейчас мы переходим ко второму блоку новостей. Оставайтесь с нами. Насколько бизнес защищен в Кыргызстане и о других направлениях предпринимательства в наших материалах. Безопасны ли столичные парки? Проверили надзорные органы и наша съемочная группа. Сегодня ночь предопределения. Кадр Тун. Что нужно делать в этот день, выясняли наши корреспонденты. Сурумба Джейенбеков вылетел в Саудовскую Аравию, где по приглашению короля-охранителя двух святынь Салман бин Абдель Азиз Аль Сауда примет участие в работе 14-го саммита Организации Исламского Сотрудничества в городе Мекка. Очередная сессия данной организации пройдет под лозунгом «Месте ради будущего». Юбилейный 50-й год со дня создания Организации Исламского Сотрудничества. Ранее президент участвовал в церемонии инаугурации премьер-министра Индии Нарендра Модди по его приглашению. А тем временем в Кыргызстане более 300 представителей малого и среднего бизнеса, а также различные потенциальные инвесторы и финансовые эксперты собрались для того, чтобы обсудить различные инвестиции и финансирование отечественного бизнеса. Подробности смотрите в материале Алисы Левченко. Еще несколько лет назад отечественный бизнес не развивался на должном уровне. Однако благодаря инвесторам ситуация начала меняться в лучшую сторону. По сравнению с соседними странами, у Кыргызстана более либеральные и демократичные законы в отношении бизнеса. Об этом рассказали бизнесмены и общественные деятели во время бизнес-форума. И сегодняшний форум мы как раз хотели посвятить тому, как улучшить доступ к финансированию, что еще можно сделать. И в этом нам очень сильно помогают, конечно, доноры. То есть я очень рада, что сегодня все видят, что у нас есть Евросоюз, который подчеркнул, что они очень рады участвовать в наших программах, как и швейцарское посольство. И я вот хотела бы еще раз подчеркнуть, что, знаете, я работаю, наш банк работает здесь уже около 25 лет, 26 год сейчас. И я думаю, что предприниматели, с которыми мы работали, они возвращаются к нам. И они еще раз говорят, как важно получить не только финансовую информацию. Основная цель мероприятия – провести двусторонние встречи между коммерческими банками и, собственно, представителями бизнеса. События не обошлось и без таких высокопоставленных лиц, как вице-премьер-министр и директор ЕБРР по Центральной Азии. С начала своей деятельности, это 1993 года, Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Крыльевскую республику почти 700 миллионов долларов США в рамках 170 проектов в разных секторах нашей экономики. Текущий портфел проекта в данный момент составляет 176 миллионов евро, активных портфелных проектов – 71. Они и вручили награды финансовым учреждениям и представителям бизнеса, которые продемонстрировали лучшие результаты в данной сфере. Один из награжденных – генеральный директор ОАО Каэнде Кант. Он подробно рассказал о сотрудничестве с Европейским банком. Европейский банк реконструкции и развития нам дал огромный толчок в нашей деятельности, потому что до 2016 года мы, можно сказать, стояли на месте, мы производили и выращивали каких-то несчастных 170-180 тонн сахарной свеклы. На сегодняшний день мы стремимся к тому, что у нас, дай бог, все нормально, в течение последних еще двух лет будет уже около миллиона тонн сахарной свеклы, и мы полностью обеспечим нашу республику Кыргызстан. Мы уже, кстати, в 2018 году обеспечили на 100% собственным сахаром. Помимо этого, за четыре года совместного сотрудничества предприятию удалось снизить себестоимость продукции. Банк помог им приобрести качественное оборудование, а также предоставил высококвалифицированных специалистов, которые помогли вывести производство на должный уровень. Между тем, участники форума надеются, что мероприятие поможет увеличить слой малого и среднего бизнеса, который впоследствии улучшит экономику нашей страны. Алиса Левченко, Талас Аманбеков, Пятый канал. Счетная палата Кыргызстана провела аудит исполнения сметы расходов бюджетных средств и сметы доходов и расходов со специального счета Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской республики. И в подведомственных подразделениях, учреждениях и территориальных органах за 2017 год так необоснованные выплаты заработной платы установлены в Кыргызском государственном университете культуры и искусства, Кыргызской национальной консерватории, Кыргызском государственном цирке, Чуйской областной библиотеке, Чуйском областном камерном оркестре, Сокулукском райотделе культуры, Редакции газеты Оржжанргы, Оржском областном музее изобразительных искусств и в других учреждениях. По итогам аудита руководству министерства предписано устранить выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки, а также принять меры в отношении лиц, допустивших их. Также в преддверии Дня защиты детей мэрия Бишкика совместно с Госэкотехинспекцией проверяли, в каком состоянии находятся карусели, батуты и другие развлекательные площадки. Как проходила проверка на прочность, далее в материале Анастасия Икан. В преддверии празднования Дня защиты детей столичный муниципалитет совместно с Госэкотехинспекцией решили проверить городские парки развлечений. Насколько они готовы принимать маленьких посетителей? На данный момент на территории парка есть два, даже их невозможно назвать старыми аттракционами, они 2005 года выпуска. Все остальное, основная масса процентов 50, это 2010-2011 год. И остальное все это свежее, то что уже менялось после даже 2010 года. Несмотря на то, что каждый аттракцион находится в субаренде, руководство парка развлечений ежедневно проводит технический осмотр и работы по технике безопасности. Мы следим за аттракционами полностью, каждое утро осматриваем аттракцион, заносим это в журнал ежедневного технического осмотра. В парке Панфилова всего 32 аттракциона и все они находятся в технически исправном состоянии. Мы решили проверить их работу на себе. Ранее госэкотехинспекция уже провела рейд по столичным паркам развлечений. В парке Панфилова были выявлены несколько незначительных нарушений, которые на сегодняшний день уже устранены. Однако в парке Асанбай три аттракциона были выведены из эксплуатации. Некоторые ремни безопасности были немного порваны по частям. В ходе рейда в парке имени Асанбай выявлено два аттракциона, которые технически не соответствуют требованиям правил безопасности и регламенту о безопасности аттракционах. В связи с тем, что они обеспечивают безопасную эксплуатацию, они были на время закрыты на ремонтную работу администрации парка. Вот, например, даже не специалисту сразу видно невооруженным взглядом, что эти цепи уже не подлежат эксплуатации. Однако его закрыли только сегодня. На вопрос о том, почему этот аттракцион до сих пор работает, находясь в таком плачевном состоянии, госэкотехинспекция решила все-таки его закрыть. У нас количество аттракционов 22, из них два аттракциона не работает в данный момент. На время это. У нас как бы временные ремонты идут, из-за этого мы их приостановили. Проверяющие госорганы сообщили, что в парках в целом соблюдается техника безопасности, а само состояние аттракционов по итогам рейда признано удовлетворительным. А это значит, что можно без опасений водить детей развлекаться. Но не стоит забывать и об элементарных правилах своей безопасности. Раз в год, 1 июня, в День защиты детей, все парки города предоставляют своим маленьким посетителям 50% скидку. Анастасия Кан, Кудрата Шмурзаев, 5 канал. Возле столичной мэрии прошел митинг. Участники – представители гаражного кооператива номер 9, который находится неподалеку от микрорайона Джал. Данный кооператив был создан в 1972 году, однако в 1997 году их территория была изъята без каких-либо согласований. В 2001 году этот участок отдали в аренду корпорации Джалалабад сроком на 49 лет. По словам председателя кооператива, на бумагах об аренде нет ни печати, ни росписи согласования с кооперативами. Однако он существует по сей день. В 2007 году пользователем территории стала ОСО «РДК Групп». Участники акции требуют вернуть их гаражи и прекратить всякие строительные работы. После выхода определения Верховного суда буквально вчера пришел представитель ОСО «РДК Групп» к нам на территорию, закрыл ворота, поставил свою охрану и на данный момент не запускает членов кооператива на территорию. Сегодня кыргызстанцы встретят одну из священных ночей Кадыртун. Провести ее в поклонении все равно, что провести в поклонении тысячу месяцев, то есть более 83 лет. В эту ночь более 2 миллионов мусульман встречают рассвет и читают молитвы в надежде на мир, благоденствие и достаток для своего народа. Что такое ночь предопределения и как его надо встречать, расскажет Миримай Албекова. Мама четверых детей Рыскан уже как пятый год и держит пост. Сегодня священный месяц Рамазана. Она планирует провести ночь предопределения, собравшись дома вместе с соседями. В эту ночь они будут молиться и просить прощения у Бога. О значении Кадыртун узнала из религиозных книг. Я поздравляю всех мусульман с праздником Рамазан. Вот уже как с прошлого года читаю пятикратный намаз. Сегодня эту ночь думаю провести вместе с соседями. Будем молиться и читать Куран. Ведь этот день приходит один раз в год. Кадыртун, что в переводе с арабского означает «ночь предопределения». Это одна из святых ночей в месяц Рамазан. Общепринятым считается, что она приходится на последние десять ночей девятого месяца исламского календаря. Если именно в эту ночь верующий совершит намаз, то это равняется тысяче месяца проведения религиозных обрядов, то есть в течение 84 лет. В эту ночь надо больше поклоняться. Больше поклоняться, например, читать Куран, намаз, вспоминать Аллах, прощение просить у Аллаха за свои грехи, которые сделал человек, каяться побольше. Потому что в Куране же говорится, что эта ночь лучше тысячи месяцев. В эту ночь хорошие дела, то есть награда за хорошие дела увеличивается. Поэтому чем больше в эту ночь человек поклоняться будет, тем больше для него пользы будет. В обязательном порядке каждый мусульманин в месяц Рамазан должен отдать милостыню нуждающимся людям, сумму которой устанавливает муфтият. В этом году с каждого человека фитер-садака составляет полтора килограмма пшеницы, муки и изюма, или три килограмма ячменя и фиников. Это от 35 до 480 сомов. Но фитер-садака можно отдавать не только продуктами, но и в денежном эквиваленте. Как рассказали в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, обычно фитер-садака лучше отдать малоимущим, родственникам или знакомым. Но если как таковых нет, то можно оставить и в мечети. 40% от забравшейся суммы мечеть оставляет себе, а остальные 60% забирает городское и республиканское управление мусульман. Помимо этого, все граждане имеют возможность перевести деньги через банкоматы и терминалы. В этот месяц мы стараемся давать садака, потому что в остальные месяцы мы забываем все время, суетимся, работаем. И это такой месяц священный. Он нам как напоминание, что мы все способные люди, можем работать и должны помогать тем, кто у нас слабее. Я не только в этот месяц даю. Бывает, когда вижу пожилых женщин, жалко становится и хочется как-то помочь. Если я убежден, что он в трудном положении, я отдаю, с удовольствием отдаю. А если кто-то немножко химичит, я воздержаюсь. У нас сейчас в центральной мечети почти 500 человек уже заявление писали, что мы материально нуждаемся, надо вот так вот так. Мы после рамазана уже, после дня или два дня, мы будем уже раздавать вот эти все собранные деньги фитер-садака. Поступившие средства распределяет специально созданная комиссия, где рассматривает каждое заявление обратившихся. В 2018 году мусульмане Кыргызстана выплатили фитер-садака на сумму около 35 миллионов сомов. Ну а праздник у Розаит кыргызстанцы будут отмечать 5 июня. Миримая Албекова, Адилет Марспеков, 5 канал. Сборная Кыргызстана по хоккею впервые в истории получила путевку на участие в чемпионате мира в 4-м дивизионе. Таковы итоги разбирательства с Международной Федерацией Хоккея, возникшего после скандала на квалификационных играх. В этом году кыргызстанские хоккеисты разгромили всех соперников по группе, получив возможность выйти в 3-й дивизион чемпионата мира 2020. Однако сборная Объединенных Арабских Эмиратов перед матчем с кыргызстанцами подала жалобу на одного из игроков, после которой его дисквалифицировали, а все победы аннулировали. Мы доказали, что это не наша вина. В ходе переговоров мы пришли к консенсусу, который нас устраивает. Можно было бы судиться и доказать правоту, но зачем это надо? Тяж бы длятся годами. Нам дали право участвовать в двух больших турнирах и провести в Бишкеке еще один. Сезон 2019-2020 будет насыщен для нашего хоккея. С нашей командой есть шанс дойти до 2-го дивизиона. А сейчас мы передаем слово ведущему программу о главном Наре Найпу. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем вы расскажете нам? Подсудимые уже приговоры есть в первой инстанции, стали сотрудничать со следствием. И, наверное, это должно вскрыть много новых фактов. По делу ОТЭЦ. Да, аварийный ОТЭЦ. Спасибо, удачного вам эфира. И на этом мы завершаем наш выпуск. Смотрите все материалы в соцсетях 5-го канала. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды и авторская программа о главном. До свидания. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok